Здесь более ста учреждений. Спорт, культура, образование. Занятие по душе найдется для каждого. От мала до велика. Третьеклассник Никита твердо решил, хочет играть в футбол или волейбол. Мы пришли, чтобы выбрать одно из направлений для моего ребенка, чтобы он был занят во внеучебное время. Мама Никиты денег на дополнительное образование не жалеет. Говорит, в будущем пригодится. В нашем городе практически все секции платные. Занятие в кружках в среднем обходится родителям. От 500 до 1500 рублей в месяц. Плюс дополнительные расходы на форму, кисти для рисования или музыкальный инструмент. Сегодня свои услуги горожанам предложили не только коммерческие, но и муниципальные организации. Мы всего лишь три года открыты. И вот нас знают. К нам идут. Самостоятельно уже звонят, записываются. Уже начали в сентябре месяце все. Во время работы выставки можно было и записаться в понравившуюся секцию, получить информацию специалистов, поучаствовать в играх, конкурсах и мастер-классах. Радужная такая рыбка получается. Какие-то части переворачиваем на листечке, штампуем. А еще на выставке можно определить общую физическую форму. Для этого на велотренажере в течение 20 минут постоянно повышаются нагрузки. В итоге аппарат покажет максимальную работоспособность организма. Переносимость физической нагрузки высокая, так что можете свободно по вечерам крутить круги. Собрать организаторов детского и взрослого досуг городские власти решили в рамках проекта «Здоровый город» уже во второй раз. По наполнению программы эта выставка немного отличается от прошлогодней. Презентации на сцене коллективов, которые выставляются на данной выставке, в прошлом году проходили на Большой арене, на Ледовой арене. В этом году сцена установлена на центральном входе ОСКЗ «Алмаз». И то, что будет происходить, это будет доступно не только тем, кто пришел внутрь на выставку в «Алмаз», но и тем, кто проходит мимо. Скорее всего, выставка станет традиционной, а те, кто не успел посетить ее сегодня, смогут сделать это в выходные. В субботу и воскресенье твой выбор в мире открытий продолжит работу.